Завтра на большой музыкальный праздник под открытым небом приглашают всех казанцев и гостей столицы к памятнику прославленному татарскому композитору Салиху Сайдашеву. О празднике музыкального искусства, который называется «Лауреат народной любви», говорим с заслуженной артисткой республики Татарстан. Гульшат Имамеевой, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Гульшат, вот правильно ли мы понимаем, что в концерте будут звучать произведения только Салиха Сайдашева? Нет, не только произведения Салиха Сайдашева будут звучать произведения и композиторов Татарстана, и не только, даже подразумевается, во-первых, сам праздник, смысл, праздник музыкального искусства. Естественно, основоположник у нас Салиха Сайдашева и те композиторы, которые у нас классики есть, даже современные звучат. Самое главное, нужно показать искусство, музыкальный праздник ведь, что у нас на высоком уровне идет вот это все, наши выступления, разные коллективы, ансамбли, оркестры. Вот это как бы объединенное все получается. А это будет только классическое направление? Нет, нет, не только классическое. Салиха Сайдашева сам в рамки классического, наверное, не входит, потому что он народный композитор. Ну, да. И поэтому звучат песни и народные, и авторские, и композиторские. Кто автор идеи, вдохновитель этого музыкального праздника? Автор идеи, вдохновитель, сценарист, режиссер, народная артистка России Лима Галим Кустабаева. Вот она это уже четвертый год подряд проводит при помощи, помогает, конечно, Министерство культуры, исполком города Казани и на базе Сайдаш, ДК Сайдаш. Вот это все. Творческие коллективы вообще всей республики будут участвовать. Да, вот. А какие коллективы будут участвовать? Коллективы, оркестры бывают. Оркестры в этот раз, оркестр джаз-фантазия под управлением Когана, Ля Примавера под управлением Абязова. Каждый год у нас бывает оркестр Хазан-Нуры, Казанская городская филармония. Потом институты культуры оркестры участвуют, консерватории оркестры участвуют. Плюс еще ансамбли, коллективы детские, музыкальные школы. Это такой размах огромный просто, масштабный. И то, что вот это все собрали, это уникально. Самое главное, красная нить, которая проходит через весь праздник, это классическая правильная музыка? Или кому-то можно будет похулиганить? Кто-то будет отходить от канонов классического? Ну, я не думаю, что будут отходить каких-то вот что-то такое, если только классическую музыку. Традиции есть, свои традиции у этого праздника есть все-таки. Есть, есть. И если даже классическая музыка, она может звучать в разной, в джазовой интерпретации, например, или в современной какой-то обработке, да. Тот же самый, вот как бы с Олег Сайдашев тоже. Как зрители реагируют вот именно на такой формат под открытым небом? Замечательно. Вы знаете, несмотря на разные погоды были, вы тоже говорили, четвертый год, несмотря ни на дождь, ни на ветер, или там солнце, сидят и слушают внимательно все это. То есть там можно сидеть? Да, там можно сидеть, там ставят скамеечки, стулья, потому что напротив федерального университета, как вы предлагаете, они помогают. Я еще забыла, что и театры участвуют наши вот. То есть театральные постановки какие-то небольшие, да? Да, да, да. И театральные постановки каждый год, потому что Сарик Сайдашев писал музыку, ведь и музыкальным спектаклям, и это все взаимосвязано. По наблюдению прошлых лет, кто в основном приходит? Какой возраст? Целевая аудитория? Знаете, по-разному. Каждый, ну не угадаешь, вот, но есть свои постоянные, которые ходят, которые любители музыки, которые они ходят и в филармонию, и в БКЗ, и вот на такие площадки, и молодежь. И если участвуют, как сказать, если участвуют, естественно, музыкальные школы, там приходят и родители, и бабушки, и молодежь, и студенты. То есть контингент разный. Хорошая татарская музыка объединяет ценителей совершенно разных слоев общества. Ну и давайте напомним, что это будет завтра в 5 вечера напротив федерального университета нашего, возле памятника Салиха Сайдашева. Вход свободный, мы так понимаем, что очень важно, да, вход свободный. Поэтому смогут оценить не только любители и ценители музыки, да, но и просто мимо проезжающие взглядом подумают, ммм, здесь что-то интересное. И таким образом мы... Главное не создавать пробки. А она и так будет в 5 часов вечера. Потому что может так интересно быть. В 5 часов вечера, время час пика. Ну что, спасибо большое. Вам спасибо. Приглашаем всех, агитируем. Ну а... Желаем вам аншлага.